так сорян вентилятор работает жара так ну вот сегодня смог сейчас четыре мешка их вон там складирую там плохо видно короче там очень много мешков мешков 6 уже сейчас 4 мешка спустил осталось в центре вот там вот небольшая кучка в третьем ряду в этом убрал и вот в этом ряду осталось видите вот железо в нижнем ряду а вот обратите внимание ведь железо ржавое с этой стороны вот такой кусок знаете что это такое у меня 12 аккумуляторов и там получается больше их часть не все 12 да вот где-то 10 9 штук корпуса поплыли и кислота вылилась здесь был сверху еще листы железо я их уже сдернул там все лежат ну вот здесь вот еще остались в дом не попала кислота походу она испарилась ну вот на листах некоторые было здесь короче как она называется отходы пиломатериалов стружка стружка была походу она часть всего для впитала поэтому вся стружка в мусор ну все все равно все в мусор потому что она со временем убирает пыль грязь вот это вот все и лучше свежую засыпать сухую чем вот подобного завтра буду вот это железо сдергивать там я уже посмотрел под ним доски доски потолка баня это есть очень плохо они расположены вдоль то есть вот так вот идут все то есть получается они на этот брус завязаны короче железо сдергивать и вот эти вот брусья сдергивать и смотреть завязана ли на них чё-то или нет если на них не завязана это хорошо вот эти вот первыми брусья я ложу по углам с той стороны он тут дальний да и вот этот и поднимаю получается 100 и их прикручиваю непосредственно к этим брусьям прокидываю два бруса короче нет не так даже сейчас я вот обдумаю этот вариант потому что их придется спиливать потому что мне квадрат надо заделывать в бане потолок я снимать не хочу получится часть надо будет их спилить сделать прямоугольником квадрат прямоугольник и их завязать новость к новому квадрату квадратов будет два то есть мне надо поднять получается на 200 или 300 даже или три квадрата будет но на этом не брус есть него получается такая дилемма что вот эти вот в руси они держат потолок потому что доски идут вдоль я почему-то думала что они вот так проходит они идут вот так это очень плохо вот именно для моей ситуации это очень а потом я еще вот здесь заметил с этого стороны брусе доски то есть сначала доски лежат потом сверху они положили брус к бездец ну хоть так это это наоборот очень хорошо значит потолок не должен упасть потому что если бы они были как например я бы делал то есть брус положил широкой стороной потому что здесь 75 а здесь явно 150 и я бы вот на эти 75 вторых просто прикрутил изнутри доски они не так сделали они сделали по другой системе я даже не знаю как она называется баню собирали в девяностом году где-то вот в девяностых в середине скорее всего так что там я не знаю какие были технологии но она явно уступает даже моему мышлению я бы так не делал зачем доски прокидывать вот так когда можно вот так вот по короткой и одну в центре кинул балку например вот ту же самую 150 на 100 кинул в центре и в центре просто и зашил все это было бы просто ну да вот единственное под трубу но это можно все обыграть до балки в русский кинул вот так вот еще и сделал обрешетку это гораздо безопаснее прочнее было бы но вот так вот ну там может быть знаете еще такая ситуация что сильно много леса было вот так не лес был дешевый вот когда лес дешевый это соответственно класс а когда лес дорогой ты уже как бы более надежно про придумываешь нежели сделать как ляп тяп-ляпы да и побольше леса тут я так думаю да вот еще бы вот тут фигню я я так подозреваю мне придется даже болгарка здесь поработать но это уже не так страшно самое главное сделать первый венец и поставить четыре столба на шпильки или на как они называются не шпильки я их называю шпильками их штангами называют короче все как угодно их называют да класс и почти все стекло вытащил вот он стал и вот эти кусочки оставил потом от мой покажу сделаю ролик тоже это бредятину блин про солнечные панели рассказывают не могу успокоиться некоторым людям просто реально это интересно поэтому вот для них я расскажу мне для хороших людей снять не жалко вот в общем как то так вот здесь вот где вот видите заканчивается здесь должен быть уже сруб баня под ней прям под этой балкой да вот край прям он не выпирал вроде бы сюда вроде бы я все подпиливал и брус вот тут видно свежие спилы и брус связывался между собой сверху то есть сверху лежал брусе на поле ну то есть я вот так поперек кидал и делал как должно быть нормально короче капец ну ладно раньше тоже строили исходя из тех техник и тех возможностей которые были в тега льда сейчас техники немножко изменились а вот технологии все равно дорабатываются и со временем можно что-то более надежно придумать и все это продумать до нельзя честно говоря знаете я вот сколько каркасников не собрал а это два я уже собираю я понял одно у меня брус нигде не уменьшался в размере и не увеличился и вот эти допуски напуски я зря оставлял на год потому что брус ну я сушил короче в собранном виде и его стягивал а именно брусовых домах там ничего не стянуто мне кажется поэтому он расходится но это чисто мое сугубо личное мнение из-за этого он лопается потому что скорее всего сырой лес я ему дает лежаться переворачиваю тоже пропитываю ну это уже другая история ладно все я сегодня прям доволен сегодня прогрессивный день прошел очень много сделал сегодня соседи прикололись блин а чё ты говорит на мусорку столько мусора таскаешь таскаешь и таскаешь игры так у меня дом сгорел так когда это было блин чё опять сгорел блин ну то есть люди не одупляет что даже с имея какие-то финансы и одному это все очень сложно то что я сделал люди живут в бараке но о чем говорить они даже не понимают что такое строить ну может быть а может и понимают но вот у меня так у каждого свои взгляды у каждого свое видение ну блин вот конечно вот такие вот фразы они обижают потому что ты вкалываешь что делаешь блин и над тобой просто отшучиваются как будто это что-то либо нормально либо еще что-то для меня это не нормально